За каждое слово, за каждое движение придется отвечать перед Богом. За наши грехи Христос умер и воскрес, даровал спасение. А люди чем занимаются в этой рулетке? Сплошное блудодеяние. А что вы здесь делаете? Я вам говорю, что мы делаем. Люди, которые тяжко больные, нуждаются во враче. И мы желаем познакомить с великим врачом, Господом нашим Иисусом Христом, который призывает всех людей покаяться и жить по Божьим заповедям. Вот для этого мы здесь находимся. И вы в том числе? Да, я уже почти пятый месяц здесь нахожусь. Вы даже не прекращаете снимать? Мы людям можем многое предложить. Вот мы строим православную деревню. Нельзя где лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас ни одного развода нету, ни одного аборта. Но я могу прийти, помочь, построить. Но он есть плен должен. Вы сначала своей душой займитесь, которую дьявол разрушает. Все мы смертные. И надо думать, что будет после смерти. Верующий, написано в Сына Божий, имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Весь ответ. Нет. Тогда ее мы увидим. Ну ладно, всего доброго вам, верю. Давай, побереги себя. Если вы пожелаете узнать больше, у нас очень большие ресурсы. Ютуб-канал есть. Называется «Во свете Библии». Это огромный ресурс. 18 600 роликов наших. Понял. Ну все, тогда. Все, давайте, смотрите. «Во свете Библии» называется. Игнатий Лапкин. «И ныне зовет людей, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго моё благо и бремя моё лёгко. Ну, по-моему, сегодня наоборот, рождество на днях было, а не воскресенье. Нас Господь будет судить не по-моему, как вы сказали, а как написано в Слове Божьем. 12 глава, 48 стих, Евангелие Тиана говорит. «Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день». Да. Ну, скажите, вы какой конфессии принадлежите? А конфессий никаких нету. Это Сатана прикрыл слово «конфессия», «динаминация». Этими словами Сатана прикрыл слово «ересь». Еретики. Они не в церкви. И поэтому конфессии... Где вы в Библии нашли? И в какой церкви? Мы православная церковь от Господа нашего Иисуса Христа. Какая православная? Старобрядческая или... Да нет, открытая, которая официальная. Старобрядцы нам хорошо известны. У нас родственники там есть. В смысле... Ну, понятно. Так вы признаёте старобрядцев или не признаёте? Признаём, которые священство имеют. А у которых... Вот. А когда-то их топили, понимаете, в вашей церкви? Ну, топили, топили. За это и ответят перед Богом. А теперь русская православная... А как вы относитесь к тому, что делает этот Гундяев Владимир? А чё, чё? А меня разве Господь ставил стражем над Гундяевым Владимиром-то? Он говорит, каждый ответит за свои дела. Мне нужно думать о себе. Благовествую ли о Боге? Живу ли по заповедям Его? Вижу ли нуждающихся? Люблю ли Бога всем умом, всем сердцем, всей душой и крепостью? Вот что вопрос будет задан-то. А зачем мне смотреть? За меня он отвечать может, а я за него никак. Я подчинённый. Вот скажите, мужчина, вот как вы полагаете, да, вот есть, допустим, ну, как Ветхий Завет, Новый Завет, да? Ну, Слово Божие, так скажем, да? Вот оно, вот оно передо мною полностью. Ветхий Новый с неканоническими книгами, 77 книг. Вот, а потом вот эти вот появились всякие, там, Сергии Радонежские непонятные, всякие Матроны и прочее, прочее. Вот как к этому относитесь? Я никак не отношусь к этому, потому что они на небе, а я на земле. Как я буду относиться? Я знаю, что их церковь канонизировала, поэтому им больше видно, чем мне. Я должен за себя отвечать. И поэтому мы, я вот не теоретик, практик, мы строим с нуля православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Сами храм построили. Как же, как вы относитесь к Римской церкви? Кому? Ну, к Римской церкви. К Римской церкви, как? Церковь, она от тех времён идёт, но много заблуждений, много, даже больше, чем у православных. Ну, то есть, Папа является законным главным? Законным, потому что это апостола Петра. А вот эти динаминации, которые называете, это самозванцы. Это последователи Дафана, Верона и Корея, число 16 глава. Ну, почему самозванцы? Скажите мне, пожалуйста. Я отвечаю, как есть. Если написано в Библии, да, Христос заповедовал, если двое или трое соберутся во имя моё, там буду я. Всё. Такого вы нигде. Я больше ничего не сказал. Христос больше ничего не сказал. Библии нет никакой. А он сказал, соберутся. Нет этого в Библии, соберутся. Вот и собрались. Там еретики, в одной Америке, 21 тысяча разных наименований. Это что, Бог делал? Ну, что? Как что? Ну, это, конечно, подождите, подождите. Если люди называют себя христианами, если они следуют учению христианства... Да они называются, не христиане, там бескуются. Подождите. Если они читают Библию, так скажем, да, если они видят, что у них есть, да, там дары каких-то языков и прочее, там молитвы на языках и прочее, прочее, прочее. Вы это не принимаете? Ну, вы же судить не можете. Вы что, судьяши? Знаете, мы не выдумываем ничего. Языки уже в третьем веке не упоминаются. Уже все кончилось это. Потому что, что нужно было проповедовать, все народы уже услышали, и люди проповедуют на своих языках. А тогда не было ничего. Они заговорили, чтобы другие понимали. На других языках. У меня обращение было как раз у пятидесятников. Я не был им ни одного дня. Но я знаю, что это, как сейчас харизма, это бесноватая. Подождите, подождите. Вы Иисуса Христа приняли когда? У пятидесятников? Нет. Я с детства, с два года, наверное, мне было, я уже Богу молился с матерью вместе. Мы из старобрядцев. Мы знали, что Бог есть. Нельзя делать то другое. С женщинами там пить, курить материться. А в 23 года после армии мне впервые Библию в руки дали. Я сознательно покаялся и получил крещение Духом Святым. И несу это иго. И по милости Божьей, 57 лет. Прошел. А в какой церкви вы покаялись? Еще раз говорю. Русская православная церковь. И мы несем... В ЦРПЦ он дала Библию и там вы покаялись. Где вы нашли, соберутся двое или трое? Вы найдите, посчитайте. Вы увидите, что сатана обманул вас. Там написано, где двое или трое собраны. Они собрались. Собраны, то есть Духом Святым собрались. Это нет, церковь еще. Господь... Давайте синодальный перевод откроем. Давай, открывайте. Открывайте. Собрались, нигде этого нету. Это прихоти человек ищет свои, как Соломон говорит. Прихоти ищет свои нравные. Вот все. Кулак, и покажите Богу. А Ваня сидит и не поднимает. А почему? Так если Бога нет, я кому я буду показывать? А если он ест, то мне беда будет. Сейчас, минутку. Так, смотрите. Во-первых, я не христианин, а мусульманин. Во-вторых... А во-вторых, вы не похожи на мусульманина. Мусульманин так себя не ведет. Он не вихляется. Это Библия. А если вы мусульманин, вы должны эту книгу знать наизусть. Вы должны это считать как дважды два. А вы ничего не знаете. Ни суру, ни аяту. Пятая сура, 47-й аят. 66-й о чем говорит? И поплыл мусульманин. Никакой ты не мусульманин. Мусульманин человек уважительный к старшим. Воспитанный. А ты вихряешься, сидишь. Как после похмелья. Ну, извините, пожалуйста, я больше так не буду. У меня близкие друзья мусульмане. И когда мы ездили в пенсионерскую поездку, мы в доме Мулы останавливались. В город Баку. Азербайджан. Мусульмане-то серьезные люди. А что ты так себя ведешь-то? Шатаешься. А кто я буду, если я в Узбекистане рожденный? Ты скажи. Кем я? Слушай, слушай, подожди. Не ругайся только. Эту книгу прочитал от корки до корки? Я такую книгу не читал. У меня отец эту книгу читал. Тебе не надо это не ищу. Мусульманина. Ищите чужих баб. Здесь процентов 90 мусульмане в отличие от рулетки. Четыре жены дома и здесь 44 голые. Развратники. Мусульмане. Пламку-то поднять надо. Поднять из грязи, вытащить. Вы не обобщайте. Я к ним не хожу. У меня нет ни девушки, никого сейчас нет. Не надо. Вы не такой. Но не такой. Вообще-то тут кто-то и есть. Такие есть люди, но я не такой. Ну, хорошо, хорошо. Еще успеете. Ваша никуда не уйдет. Что? Я не буду никуда не уйдет. Я скажу, что нам, когда мы смотрим, вот у нас девушки как одеваются. У них как щедра. Два платка, платья до полу. У нас нет ни одного аборта, ни одного развода. И поэтому тут работают мусульмане. Они нас за своих признают. Мы ни мясное не едим, ничего, ни свиньи никакой. У нас этого нету. Вот они мусульмане говорят, у нас пятикратный намаз, а у нас девятикратный. Девять раз молимся и сто поклонов. Вам еще далеко до нас. Ну, извините. Вы пришли на шесть столетий позже. Поэтому ищите Бога. Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Сегодня воскресенье. Воскресенье. День воскресения Христова. Ну да. Вот так. Но я не разбираюсь в этом. Ну не разбираюсь. Разбирайся пока молодой. Ущись. У меня мотивация к этому нет. Ну, таланта нет. А что ты мусульманин? Ты этим хочешь сказать что? Что никакие законы тебя не касаются? Ничего подобного. Вашего брата сажают и делают, что хотят. В Грузии он. Живо их смирили воров в законе. Начали их всех насиловать подряд. А кем я буду, если я убежал? Ты верь в Бога. Господь за все спросит. Надо быть серьезным. Жизнь такая коротенькая. Я понимаю. Ну вот молодец. Молодец. Старайся изучать разные языки. Хорошо учись. Видишь нуждающегося. Простри к нему руку. Помоги. Живи для Бога. Тут срамоту эту всю не смотри. Мы пришли со Словом Божьим, чтобы людям глаза открыть. А ты что им откроешь, когда не знаешь ни Библию, ни свою книгу? А если мне это, грубо говоря, не надо? Ну, я вам сказал. Вы можете хоть как кривляться. А Бог спросит. В вашей книге, если вы мусульманин, там написано, что будет ад с сатаной, с шайтаном. И будет рай с Богом. Да где ты будешь? Ты определись в себя. Иисус умер за наши грехи. Не мне решать, куда мне идти же? Мы решаем. Это в нашей воле Бог положил так. На что, говорит, хочешь, прострешь руку. На смерть или на жизнь. На огонь или на воду. Вот так. Вопросы, если есть? Нет вопросов? Вопросов не было даже. Ну, можешь зайти на наш YouTube. Большой YouTube у нас. Во свете Библии называется. Большой видеоканал. Самый большой во всем интернете. Во свете Библии. Как называется? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Четыре слова. Вот Библия, у меня Библия в руках. Ее свет падает. Во свете Библии. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Все, нифига себе. Ну, еще открывается? Да, вот нашел уже. И сколько там подписчиков? 44 тысячи. Правильно. И общий просмотр 44 миллиона. Да, ответ на вопрос коммунизм. Наш очень богатый материал. Мы говорим о Боге, о вечности. Я вот в разных университетах вел занятия. И отвечал на вопросы студентам. И они здесь стоят. Тысячи вопросов. Ну, давай, не унывай. Тебя как звать-то? Меня Рома. Рома. Ну, а меня, я сказал, Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81-й год. Рома – это рожденный в Риме. Переводится. А можно вопрос? Как? Можно вопрос? Можно, я говорил, пожалуйста. Каково жить в Советском Союзе? Как? Как что? В Советском Союзе? Что для вас лучше? РФ или СССР? Ну, в СССР что было? За слово Божье меня сажали. Я пять тюрем прошел. Мне туда уже неохота идти. Деревню нам бы не построить. Книги, которые у меня вышли, 38 томов, не вышли бы. Я начальник детского лагеря, уже 48 лет, считай. Этого бы не было. Они все разрушали. Мы с книгами проехали по всему миру. С Барнаула до Владивостока и до Лиссабона. Это бы не выехать за границу. Поэтому меня туда не тянет. У нас было бы телефоны нельзя иметь, как в Северной Корее. Телефон есть – расстреляют. При Сталине только своих людей убили. Почти 100 миллионов людей. А за годы перестройки женщины сделали 120 миллионов абортов. Единственный глава администрации в Российской Федерации, кто запретил аборты, знаете кто? Кто? Рамзан Ахматович Кадыров. Герой России. Вот настоящий мусульманин. У меня благодарность от него. Я ему книги подарил. Хорошо. Да, это большой человек. Умница, бесстрашный. Он не по звезде герой. Он герой по уму, по сердцу. Он везде спешит на помощь. Таких глав администрации в России больше нету. Да и нигде, наверное, нету. Я к нему отношусь с великим почтением. Мы каждый день за него молимся, чтобы Господь сохранил его. А он мусульманин. А я христианин. Это не мешает нам заботиться друг о друге. Мы дети одного отца. Ну что ж, Рома, оставайся пока с Богом. Если вы зайдете по скайпу, Игнатий Лапкин, там я скину все наши ресурсы. У меня форум огромный, мейл.ру. Там 24 тысячи фотографий только. Богатейший материал. Всего хорошего. А можно какие-то контакты тут написать? Вконтакте у меня есть страница, но я туда и не хожу. Там администрация работает. Нет, вот контакты, например, скайп, чтобы потом пообщаться. Ну, вконтакте я не захожу, я сказал. Мне не нравится это. Мне нравится мой мейл.ру, мой мир. Там просто общение такое. Ну, во славу Божию. Всего хорошего, Рома. Давайте, удачи. Целью, чтобы людей познакомить с путем спасения через Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Потому что рулетка – это самое гнусное место на земле, наверное. А один разврат. Это города Содом и Гоморы, которые Бог будет выжигать дотла. И мы обязаны это сказать. Верующий в Сына Божия Иисуса Христа имеет жизнь вечную. А они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Он вечный человек, блудящий, курящий, будет мучиться без Христа с сатаной в огне. Это нам Библия говорит. Это не игрушки. Мы можем вам сказать, у нас есть большие ресурсы. Мы строим с нуля православную деревню, храм. Как у нас люди живут. У нас нет ни одного развода, ни одного аборта. Люди Бога боятся, для Бога живут. Мы как одна семья все. Ясно. Вот если вы зайдете на наш YouTube-канал, называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Такого канала больше нету в YouTube. Он переполнен самым хорошим. Все, что Господь дает людям. Если есть вопросы о спасении души, о вечности, о будущем, можете задать. Ну что, жаль, конечно. Мы предложили вам. Вы так легко могли получить ответы. Вот у меня студенты в университетах, где мне пришлось вести работу. Они задавали вопросы. У меня сохранилось 4124 вопроса и ответа. Это все есть? На нашем YouTube. Открывается. Ну ладно. До свидания. До свидания. Не воровать. Деревня. Ни одного аборта. Материться это плохо? Там никто у нас не матерится, ничего. Люди верующие. А вы вообще не материтесь больше? За 80 лет я не сказал ни одного скверного слова. Господь меня хранит. Хотя я работал в органах. А вот до 23 лет? А до 23 лет? До 23 лет Евангелия у меня не было. Но я знал, что Бог есть и нельзя что делать. Мама сказала. Поэтому Бог сохранил. Я еще ни одного матерка не сказал. Сохранил. А те грехов, которых мать сказала. Не иметь дело с женщинами, пока не женишься. Мужчина, а почему вы здесь сидите? А я не сижу, я работаю. Я уже пятый месяц. Встречаюсь с тысячами людей. Говорим о Боге. Больные имеют нужду во враче. Они здоровые люди. А здесь тяжко больные люди. Блудники, сквернословы, безумцы. И мы им говорим о Боге. Что за это будет? И таких у меня встреч было уже. Таких встреч положительных больше тысячи. Да я знаю. А как вы знаете? Здесь одни неадекватные сидят. А вы зайдите на наш YouTube канал, посмотрите. Какие встречи с кем бывают? А как найти? Канал в YouTube. Во свете Библии Игнатия Лапкина. Четыре слова. Во свете Библии. Библия, от нее свет идет. Во свете Библии Игнатия Лапкина. Это я. Это огромный, огромный... Это огромный канал. 18 700 роликов. Хорошо, я обязательно найду. А вы сейчас откроете. Вы не найдете потом. Я не смогу сейчас открыть. Если я сейчас начну открывать, я закрою это все. Вы рукой запишите.